Гитфан на связи! В этом видео я расскажу вам свое мнение по поводу крейсера Балтимор, тактика хитрости и его особенности. Многие конечно скажут, мол зачем это видео, ведь скоро же ребаланс и появление подветки. А я отвечу, что по моим расчетам до ребаланса еще есть пару-тройку месяцев, которыми наверняка воспользуются те, кто хочет поскорее прокачать демона и получить максимальную выгоду при возможной компенсации. Вот именно таким людям я хочу помочь и поделиться советами, но перед этим маленькая рекламная пауза. Аналоговое телевидение умрет уже в 2018. Не будь мамонтом, переходи в новый век цифрового телевидения. Ресиверу от IconBit не нужна специальная антенна или высокоскоростной интернет. Приставка DVB-T2 поймает сигнал даже в отдаленном регионе. Отличное соотношение цены и качества. Насладись идеальным видео и звуком с поддержкой Dolby уже сегодня. Узнай больше по ссылке в описании. И тут скажем прямо. Балтимор на фоне своих одноклассников мне никогда не нравился. Не то, чтобы это плохой корабль. Нет. Он, как и Акизуки, на которой я делал недавно видео, не особо комфортный, но при этом достаточно сильный. Ведь если познать дзен этого корабля, то Балтимор превращается в настоящего истребителя крейсеров. И он может понравиться очень многим. Я, к примеру, под конец прокачки даже вынужден признать, что он мне стал заходить настолько, что даже понравился. Но это все было потом. После пролитой крови, слитых боев из-за неправильной тактики использования, да и в целом огорчения от корабля. Но давайте перейдем ближе к теме. По параметру живучести Балтимор среднячок. Есть и плотнее крейсера на девятом уровне, есть и более уязвимые. Но если интересует короткая характеристика, то она такая. Броня тут есть, даже бронепояс. И расположение цитадели очень комфортное. Гораздо комфортнее, чем у наших одноклассников. У Балтимора цитадель почти что полностью под водой. Потому если внаглую не торговать бортом, он может даже и выдержать пару-тройку залпов. После чего отсветиться и занять позицию побезопасней. Это плюс. А вот минус живучести это крайне плохая противоторпедная защита. Ее тут считай, что нет. И вот как итог. Знаете, случайно сдуть Балтимор у противника, пожалуй, не получится. Для этого вам необходимо будет ему помочь. Но при всем при этом, не стоит испытывать удачу и лезть в глубокую агрессию в свете. Потому как удар крейсер хоть и держит, но иногда отхватывает по белому по полной. Артиллерия корабля единственное вооружение. Потому правильно оценить его, глядя с пристрастием. Количество стволов тут неудовлетворительное. 9-200 троек – это на уровне худший показатель. Наравне с Роном и Сан-Луисом. Но при этом у француза больше шанс на пожар. Да и дальность льбы. Из-за чего он играется на фугасах на крайней дистанции. И практически не рискует. А вот у немца есть бронепоиск посерьезнее. Потому подключать в бой третью башню получается чаще. Американец на фоне этого сравнения имеет только низкую дальность льбы. И потому, если вы хотите реализовывать его, то придется рисковать. А это всегда чревато получением досрочной путевки в порт. Причем, заметьте, рисковать я имею в виду при выборе тактики боя. Не получится отсиживаться на дальней дистанции. Необходимо идти на сближение, но при этом идти с умом. И в нужное время. Почему не получится отсидеться на дальней дистанции? Ну, тут все просто. Ведь наличие слабых фугасов как бы перечеркивает эту тактику. И потому, мне кажется, что Балтимор в целом не слишком-то и комфортный корабль. Ведь борьба с линкорами это реально сложная задача для данного крейсера. Торпед-то тут нет. А значит, исхитриться и поймать на неосторожности просто не получится. Но при всем при этом, стоит еще и понимать, что у корабля есть шикарнейший потенциал бронебойных снарядов. Так что, если вам нравится игра на руне, Балтика тоже может зайти. Кучность, пробой и вполне высокая альфа бронебойного снаряда, уступающая по мощи только немецкой баванке. И в сумме, все это может сделать наш первый залп и последним одновременно. Но для этого, конечно же, необходимо подлавливать в момент для атаки. И тут, конечно, не последнюю роль будет играть маскировка. В отличие от руна, Балтимор имеет завидную незаметность. Меньше только у эсминцев. А это значит, охота за крейсерами будет очень увлекательной. Одно но. Если прозевать и не реализовать первый залп, то дальнейшая дуэль может выйти нам боком. Ведь ДПМ у Балтики не больно большой, как и скорострельность. В остальном, крейсер маловыразительный. Есть тут отличное ПВО, но ауры небольшие. Маневренность шикарная. Намного лучше многих. Но если вспомнить, что и дистанция боя у американца короче, то выделять данную характеристику как безусловный плюс у меня не получается. По крайней мере, я этого делать не хочу. Хотя бы потому, что скорость хода у крейсера худшая среди одноклассников. Вот, собственно, и весь Балтимор. Корабль первого залпа. Сравнивать его с фугаса поливалками, я думаю, просто неправильно. По геймплею он похож на руна. Оба они в равной степени могут положиться как на фугасы, так и на бронебойки. Одно исключение лишь только в том, что у руна есть шикарный потенциал на средней дистанции. За счет торпед, бронепояса, да и гап не бывает лишним. А у Балтики на все это есть лишь исключительная незаметность, РЛС, улучшенные пробои, да и в общем-то все. По пергам и модернизациям мой выбор вполне очевидный. Арт-тревога, отчаянный, суперинтендант и маскировка. Тут, кстати, если вы нацелены на превращение крейсера в машину для убийств, можно взять взрывотехника. Но поможет он только при перестрелке с линкорами, танкующих нас носом. Но знайте, что в Бартину и может прилетать с бронебойк. Наших стволов в этом вполне хватает. Не цитадели, конечно, но белым уроном можно вытаскивать не кисло. И потому, если вы выбираете мой билд перков, знайте, что нужно играть от позиции и искать реально удачные решения для реализации бронебоек. Фугасы использовать лишь в исключительные случаи. После всего этого берем усиленную огневую подготовку и отчаянный. Ну а еще два перка я коплю на мастера на все руки. С модернизациями тоже все, как по мне, очевидно. Основное вооружение, системы наведения. Ну а третьим слотом я решил перекрыть недостаток дальности стрельбы. Спасает это, конечно, редко, но с ним появляется хотя бы какой-то шанс играть от дистанции на фугасах, если бой пошел ну очень нехорошо. Дальше по классике. Система борьбы за живучесть и вновь маскировка. И зная про сильные лобби двойных рулей, еще раз продемонстрирую вам, чем же незаметность лучше. Для тактики первого залпа важен каждый лишний метр засвета. И это невозможно переоценить. Я так считаю. Вот реальная боевая ситуация. Два абсолютно одинаковых крейсера. Балтимор был где-то слева от меня последний раз, потому я и не расслабляюсь, и не стреляю, а жду его засвета. Вот засвет настал, и тут, казалось бы, наши шансы равны. Плюс-минус. Но при всем при этом я не в свете, и потому у меня появляется шанс прицелиться и сделать удачный первый залп, после которого сразу становится очевидно, кто же тут жертва, а кто охотник. Результат дуэли, конечно же, победа. Ну ладно, давайте вернемся обратно в бой и поговорим про боевую обстановку конкретно в данном сражении. Начал бой на точке А. Все потому, что туда шло большинство моих союзников. В какой-то момент попытался выйти в агрессию, но не получилось. Играл слишком от дефа, а к тому моменту, когда я подошел к точке А поближе, оказалось, что и эсминец уже ушел. Увы и ах. Дальше ничего лучше не придумал, чем продолжать действовать рядом с союзниками, потому как Балтимор, как мне кажется, это самый настоящий корабль поддержки. Да, конечно же, он может уничтожать противников, которые подставились, как вот этот Эдинбург, парочка цитаделей, и вот уже британец находится на грани смерти. Но добирать его у меня просто не получилось, потому как впереди оказывается Кагера, и мне очень не хотелось бы потерять союзный Бисмарк, который пошел в атаку. Выдерживаю момент, когда он пропадет из-за света, и при этом пытаюсь настрелять по нему. Но, увы и ах, так получается, что я не угадываю с упреждением, а Кагера играет скоростью, и потому первые залпы буквально в молоко. После того, как зарядил третий залп, уже, конечно, включаю РЛС и пытаюсь добить Кагера. Хотя, в принципе, это уже маловажно, ведь по Бисмарку торпеды зашли, ой, как неприятно. Тем не менее, отпускать столь опасную цель не хотелось. И вот, когда казалось бы, что Кагера уже почти что мертв, засвечивается Симакадзе. Делаю по нему парочку залпов, понимая, что с Кагера сможет расправиться кто-нибудь другой. Но, к сожалению, РЛС не работает вечно, и потому Симка уходит из-за света. Но важно понимать, что бой сейчас очень напряжен, и нам необходимо не только захватить точку С, но еще и сделать быстрее минусы, потому как очки превосходства неумолимо капают и подвигают нас к поражению. Поэтому, огибая сейчас остров, планирую сразу же ринуться на помощь нашей Симке на точке Б. Ведь если мы его потеряем, то все станет очень плохо, и шансов на победу практически не останется. Показываю своим союзникам, а также и Симке, что про него не забыли, и что необходимо именно помощи и все внимание уделить именно Симакадзе. Но так получается, что я вновь оказываюсь обнаружен, а это значит только лишь одно. Вражеская Симка тоже находится где-то рядом. Но так как РЛС находится еще в КД, я лишь подключаю свое внимание к Орлеану и пытаюсь набить на нем урон, при этом находясь в некотором напряжении. В конце концов, торпеды могли пойти в любое время. И вот, благодаря самолетику торпеды засвечены, я включаю полную циркуляцию, уворачиваюсь от торпед и начинаю преследовать Симку. Ведь буквально через 5 секунд я смогу воткнуть РЛС и начать уничтожать важного противника. Зарядил заранее фугасы, включаю РЛС и начинаю стрелять. Но, к сожалению, есть такая неприятная особенность. Называется она очень маленькая скорострельность наших орудий. Да и как назло, еще снаряды ложатся прям рядышком с целью, не попадая и не нанося серьезного урона. Какой-то прям заколдованный эсминец, потому как и у меня, и у Гинденбурга под фокусом удается снести у него слишком мало боеспособности. Но это еще не самое плохое. Самое плохое то, что союзный Симакадзе оказался в неприятнейшей дуэли против С-52. И те, кто играл, понимают, что в принципе шансов у Симки нет никаких. Поэтому можно сказать, что уже вот в данный момент бой был практически проигран нами, но я не теряю надежды. Уничтожаю сначала Орлеан, потом даю цитадель по Донскому, который подворачивает мне борт. Получаю фраг и уже, казалось бы, появляется надежда, что победа еще может настать. Ведь если мы забираем Симку, то пройти незамеченным до точки А можно и застопорив захват, уже, собственно говоря, начинать уничтожать Амаги. Но так получается, что вражеские Амаги находят время для того, чтобы уничтожить нашего Гинденбурга. И Симка прям на крополях уходит, уходит куда-то вдаль. Ну а дальше уже, к сожалению, сделать для победы ничего нельзя. Но усложнить победу противникам можно. Я, конечно, понимаю, что идти на точку А сейчас, ну, просто бесполезно. Даже если я до туда дойду, даже если я захвачу ее, мы все равно проиграем. Нужны фраги. Поэтому я разворачиваюсь и решаю принять участие в дефе точки С. Потому как Иежу понятно, что после уничтожения Симки, 52-й отправился на захват точки. По крайней мере, так бы поступил я. И поэтому я пошел на перерез ему. Амаги мне, конечно, был бы интересен в плане набития урона. Но желание побеждать все равно присутствует даже в таких паршивых ситуациях. Тут, кстати, еще важно отметить, что именно после этого боя я поменял свой билд. Ведь до этого на третьей ступени я выбирал огневую подготовку, чтобы быть максимально опасным для авианосцев. Но вот в этом бою мне показало, насколько же мне было мало того количества РЛС, что было в начале боя. Сейчас вроде бы дуэль с эсминцем, но из-за отсутствия РЛС я оказываюсь в проигрышном положении. Знаю, что меня светит, но догнать эсминец, к сожалению, не получается. И лишь благодаря тому, что немец совершил ошибку и допустил сокращение дистанции до своего засвета, я понимаю, где он, поворачиваю в нужную сторону, но, к сожалению, он ставит ДМ, включает габ, и вот я уже успел вновь огорчиться и подумать, что, ну, прям совсем шансов нет никаких. Снаряды по мне летят, наносят урона, неприятно, конечно, но я-то надеюсь, что вот-вот засвечу заразу. Но вовремя вспоминаю, что есть еще где-то тут рядышком Амаги, и то, что Гинденбург ушел примерно вот из-за такой же самой ситуации. Поэтому вспоминаю, что через ДМ можно еще и настреливать. Нахожу противника по трассерам, конечно, отвлекшись еще при этом захватил торпедку, что, конечно, неприятно. Но, тем не менее, я нанес первый урон, а чуть позже, после засвета, стал уже изничтожать 52-го. Но, к сожалению, оставшись последней надеждой команды, мне просто банально не хватит времени для того, чтобы расправиться с Амаги. Хотя, по идее, шансы на то были. Но время боя неумолимо заканчивается. Ну и теперь, как итог, я вынужден признать, что Балтимор, несмотря на то, что в ровных руках способен решать судьбу сражения, или, по крайней мере, вносить очень серьезный вклад в этот самый итог, вряд ли зайдет всем. Все из-за необычной тактики боя, которая так или иначе нацелена на агрессию. Это вам не пиу-пиу на дальней дистанции по линкорам. Это настоящая охота. Сделал правильный выбор, и вот ты на коне. А ошибся, и ты уже сам жертва. Если вам зашла пенсакола, или вы очень хотите получить демона в порт, то обкатать Балтику, конечно, советую. Она выправляет руки и учит играть агрессивно правильно. Но если и то, и другое вам чуждо, то даже не начинайте рваться к этому кораблю. На этом все. Мое мнение озвучено. Но я, конечно же, могу ошибаться, потому пишите в комментариях свои оценки корабля и данного обзора. Также поставьте свою оценку в виде лайка или дизлайка. Ну а если вам все совсем понравилось, и вы очень хотите помочь мне с развитием канала, сделайте репост или расскажите об этом видео в своем клане. Вам не сложно, а мне очень приятно. На этом я буду закругляться. Не болейте, не скучайте. Удачи и до связи.